Так вот, мы не будем шевелить тут языками, у нас есть специально обученный человек, Евгений Беловусов, наш пресс-секретарь, который там был, и вот он и расскажет, что там было, как он спасся, как он туда попал, и что вообще, к чему это все было, и к чему это может привести. Вот, включаемся. Евгений, ты любезно согласился ответить на три вопроса, будь так добр. Дор, вопрос первый, ты поприсутствовал на мероприятии, которое прошло на базе круглого стола демократических сил, случилась попытка очередного объединения блогеров, что это было? Ну, Саша, во-первых, привет, я рад тебя видеть в добром здравии. Отлично, я тебя тоже. Да, действительно, произошла, наверное, уже четвертая по счету сходка блогеров, которые пытаются как-то объединиться в какой-то союз, формирование, общественное объединение. Я присутствовал, как минимум, на двух подобных мероприятиях. Первое было на базе Белой Руси, то бишь у нас, второе на базе КСДС, организации Юрия Воскресенского. Как говорят, бог Троицу любит. Ну да, нужно третье проводить где-то на нейтральной территории, но на самом деле сразу хочу развенчить мифы, которые пошли гулять по сети интернет, о том, что Юрий Воскресенский вообще является организатором этого сейшена. Нет, это не так. Если бы люди смотрели видео, они бы сразу поняли, что Юра лишь предоставил площадку на безвозмездной основе, потому что все остальные люди либо не смогли, либо хотели неплохие деньги за это получить. Поэтому Голиков, товарищ Голиков, сумел договориться только с Юрой. Это могла быть, в принципе, любая другая площадка. Но за это уже Алексей Голиков у себя на канале размещает видео под таким названием. У Воскресенского получилось. Блогеры объединились. Ну, вот это действительно вызвало даже у меня какие-то вопросы, потому что вроде бы формат мероприятия определили сразу, что КСДС не имеет отношения к этому. Но, видимо, Голиков решил сделать какую-то, я не знаю, лаверды, поклон Юре за его услугу. И тем самым немного подставил, ну, на самом деле, нас, например, людей, которые были представителями Белой Руси. Возникли вопросы, да действительно, почему Белая Русь пришла на форум к Воскресенскому? Вроде как наш идеологический оппонент. Ну, как бы, ну, это вопрос Клеши. Что это у него в голове такое возыграло и зачем он это сделал? Может, просто захотел денег заработать, мало ли, у Юры еще заплатил сверху. Конечно, не знаю, никто не знает. Понятно. Ну, часть вторая. Второе видео на следующий день от Голикова вышло под таким заголовком. Срывая маски. Встреча блогеров без купюр. А с кого там срывали маски-то? В первую очередь, мне кажется, что он срывал маску с себя. Так, по-хорошему говоря. И кто там под ней оказался? Ну, как, кто попытался, кто оказался под ней? Оказался Голиков, который рассказывает всем, зачем же он в течение нескольких месяцев троллил всех остальных белорусских блогеров. Попытался рассказать, ну, это выглядело на самом деле даже в какой-то степени как оправдание. Видимо, человек понял, что немножечко уже заигрался. И решил ситуацию несколько смягчить. Ну, вот мне так показалось. Ну, в итоге несколько человек ушло, не дожидаясь окончания этого объединительного очередного съезда. Те, кто остались, заключили некое соглашение. Я так понимаю, устное или на бумаге? Добровольное, устное соглашение. Ну, как, соглашение? Ну, действительно соглашение. Выразили согласие на то, чтобы товарищ Юрий Уваров возглавил инициативную группу по созданию, ну, общественного объединения, назовем его так, в принципе, да, под условным названием Белорусский союз блогеров. Инициатива, в принципе, хорошая, потому что то, что было сказано в ходе круглого стола, ну, или как его еще назвать, да, в общем-то, встречи. То есть, первое, блогерский союз создается не для того, чтобы управлять блогерами, а для того, чтобы помогать им, в первую очередь, с юридической точки зрения. То бишь, если тебе нужна условная аккредитация для мероприятия, ты обращаешься как раз-таки в союз блогеров, и они уже, как юридическое лицо, могут тебе помочь эту аккредитацию получить. Это раз. А два, образовательные услуги, то бишь, опять же, союз блогеров собирается организовывать какие-то мероприятия, мастер-классы для условного, там, под названием блогерство для чайников. По-моему, это тоже замечательная инициатива. Как это получится, как это будет происходить в дальнейшем, потому что я знаю, что ребята сейчас ходят там на консультации к юристам, наверное, должны пойти в Минюст, чтобы узнать о пакете документов, которые нужно собрать, о количестве людей, которые должны входить в инициативную группу, ну и, опять же, остальные какие-то тонкости, о которых не каждый знает, в принципе, из нас. Дальняя ассоциация литературная. У тебя не возникает таких ощущений, что это некая вариация на тему детей лейтенанта Шмидта из «Золотого теленка», которые тоже работали каждый сам по себе, а потом решили объединиться? Но в итоге, как говорится, кто-то правила конвенции нарушал, кто-то вроде соблюдал, но все равно ничего из этого не получилось. Твои какие ощущения и прогнозы? Мои ощущения и прогнозы? Знаешь, даже если, почему даже, когда создастся союз блогеров, белорусский союз блогеров, союз блогеров в Беларуси, неважно, как его будут называть, появится, он уже есть, в принципе, какой-то другой лагерь противоположный тех, кто так или иначе был обижен господином Голиковым и сейчас на мировую идти не собираются. Я понимаю, что да, ребята тоже хотели создать свой союз, но кроме слов, к действию, к сожалению, это не перешло. Я не увидел ни одного человека, который бы сказал, что да, я побывал в Министерстве юстиции, мы готовим пакет документов, этого не было. Поэтому говорить об объединении, ну, кто-то будет хейтить условно этот союз, да, там уже, в общем-то, есть люди, которые в соцсетях крайне негативно выражаются о всех, в принципе, о всех, кто присутствовал на этой встрече. И Воскресенский плохой, и Белая Русь плохая, Голиков это вообще, о нем говорить лучше не стоит, потому что там без матов сказать невозможно будет. Вот, поэтому, ну, как получается, так получается. Но я думаю, что со временем уже, уже сейчас я вижу, идут тенденции, люди, которые являются тоже блогерами, но они не за политику выступают, они просто ведут свои каналы, там, условные бабочки, условная клубника, условные, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Эти люди, которые тоже считают себя блогерами, да, в принципе, являются блогерами, но их тематика не, не, там, не ебатька, не змогары, еще что-то. Это люди, которые живут своей жизнью вне политики. И вот для них этот союз блогеров в том числе создается, потому что предыдущие все вариации были как раз-таки только на политические темы. Прости, я правильно твои ощущения вижу и чувствую? Что это было? Или как? Что опять? Что опять, и это все еще происходит, да. Ну, нет, ты знаешь, люди слились, которые там присутствовали, да, высказали свое фея, ну, в основном, конечно, господину Голикову. И дальше, дальше нужно работать, нужно расслабиться и не обращать внимания, в принципе, если есть эта инициатива, она поддерживается, если она найдет отклик не только, скажем так, среди лидеров мнений и блогеров, но еще и среди где-то там повыше, да, скажут, вот вам зеленый свет, все, ребята, работайте, вы молодцы. То я думаю, что со временем просто все успокоятся и скажут, ладно, давайте, давайте работать. Если у вас получилось, окей, все, мы вам не мешаем и вы нам, если готовы помочь, помогаете. И, в общем-то, если все друг другу ручки пожмут, то рано или поздно этот союз может быть достаточно мощным, как мне кажется. Ну, давай тогда пожелаем удачи, пускай я лично выступаю за то, чтобы люди могли себя реализовывать в творчестве, в деле, в жизни, и тогда, наверное, все будет нормально и хорошо. Абсолютно тебя поддерживаю, а когда еще есть крепкое плечо, которое готово поддержать в этой реализации, то это же вообще замечательно, правильно? Ровно так, ну, давай, пожмем друг другу ручки, как тебе блогеры. Да, Саш, да, давай пожмем друг другу руки. Спасибо тебе за замечательные вопросы, было очень интересно. Отлично. Да, дружище. Хорошо, спасибо тебе за честное вранье. Как всегда, как мог.